Слушайте доктора Дмитрий Леонидович Батагов Дмитрий Леонидович Батагов Дмитрий Леонидович Батагов Дмитрий Леонидович Батагов Дмитрий Леонидович Батагович 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 Батаг чтобы рыбы были послушнее потому что алкоголь так то это напиток рабов а сами пили римляне пили слабое вино и крепленное нет ну а потом когда на смену римской империи уже пришли варварские королевства там где это было мясо и вино ну это варварские королевства ну и дальше она пошла может распространяться по миру это так вкратце да такой краткий экскурс в историю алкогольных напитков напитков на планете земля у нас был понятно что традиции вот пошли у нас с древней греции с древнего рима сейчас алкоголь стал довольно таки обыденным веществом до обыденным напитком их сейчас огромное огромное множество появились куча классификаций кому-то интересно одно у кого-то привычки одни у кого-то другие есть разные типы алкоголя вот ольга сергей у меня сейчас к вам будет вопрос такой вот расскажите уже упомянули о том что есть разные по крепости напитки как-то они по-разному влияет на людей или все-таки суть то одна суть все равно одна влияют они одинаково потому что алкоголь он во всех напитках содержится просто какого-то напитка выпьешь больше для достижения эффекта а какого-то меньше и говоря уже стереотипах в социальных сетях бродит множество мемов до том что одни напитки для одного настроения другие напитки для другого настроения то есть сам по себе фактор алкоголя здесь не имеет никакого значения правильно понимаю правильно понимаете то есть дело именно вкуса каких-то там подсластителей у вкуснителей добавок и прочее совершенно верно а бывает ли полезный алкоголь но алкоголь это сильный психотропный яд бывает ли полезный яд знаете есть множество мнений зависимости от цели существования человека у парацель сформулировал форму которая в медицине есть что любой яд может быть полезен если соблюдать дозировку вот в россии эту дозировку не соблюдают никто практически на стране полезного алкоголя нет давайте разбираться не соблюдать никто производитель либо те кто потребляют потребители конечно то есть если у потребителя а выработана эстетика там какая-то культура и осознание процентовки для того чтобы этот яд действительно имел пагубные последствия то это допустимо и правильно алкоголь пользу алкоголя только в одном это хороший яд для наружного употребления то есть мы уже в передачах это обсуждали то есть для дезинфекционных средств да действительно алкоголь охрана обладает хорошими обеззараживающими свойствами то есть для обработки раны для обработки каких-то инструментов для обработки еще чего-то для наружного употребления для внутреннего употребления это нейротропный яд яб один из самых токсичных ядов для нашей нервной системы то есть в любом количестве с любыми вкусовыми добавками в любых концентрациях но этот яд растворяет наш мозг самый интеллектуальный не самый интеллектуальный он его растворяет вопрос в том сколько человек готов заплатить каким кусочком своего мозга готов заплатить за употребление можно выбрать каким? Ну, в магазинах-то да, можно выбрать. Вы имеете в виду процентом, да, каким от мозга? Ну, так, ну да, то есть, если, значит, пол-литра, то это, соответственно, одна часть мозга отмирает, если литра, то там и большая часть мозга отмирает, ну, если чуть-чуть поменьше, то, конечно, что поменьше. Но если это будет регулярно, то понемножку, понемножечку, но часть мозга будет всё равно, частички мозга будут отмирать, отмирать, отмирать и отмирать при любом напитке. Это нейротропный яд. Давайте теперь коснёмся к такой теме. Да, вы сказали, что в России невозможно, чтобы это было, ну, более-менее безопасно. Ну, в нынешней России, да. В нынешней России, да. А остальное мир. Мы прекрасно знаем, что есть страны, где доля употребления алкоголя гораздо выше, чем в России. Как же они выживают? Как же они ещё не выродились? Ну, как они не выродились? Если говорить об Италии и Франции, где употребление алкоголя на душу населения больше, да, там пьют, и которых нам всё приводят, что вот они пьют хорошее виноградное вино, у них чистые сосуды и так далее, там крепкая, типа, сердечная система. Может быть, у них сердечная система и покрепче немножечко, чем у россиян, вот, но от цирроза печени смертность у них выше, чем в России. От алкогольного цирроза печени смертность у них выше, чем в России. Поэтому полезного нейротропного яда под названием алкоголь нет и не бывает в любых расфасовках, в любых названиях, с любыми вкусовыми добавками. То есть даже благородное виноградное вино с южных берегов 61-го, 81-го года. Да, ароманьяк, там, сицилианское, сардинское, неважно какое, оно вызывает цирроз печени, так же, как обычная русская водка. Ещё раз уточни, любые пропорции, если это будет, скажем так, ну, как любят говорить, букальчик вина раз в неделю, по пятницам после трудового дня. Ну, раз в неделю, по пятницам после трудового дня – это алкоголизм. Это первая стадия. Я прав? Ну, смотри, Сергей, на... А для сколько вина? Если не более 100 миллилитров, каждую неделю 100 миллилитров вина, но в России это невозможно, я сразу говорю, то пока это ещё не алкоголизм. У нас букальчик – это 200 миллилитров. А почему невозможно? Вера, ну, мы же взрослые люди. Мы взрослые люди, каждый может себя конкурировать. На вторую-третью... Нет, не может. На вторую-третью неделю приходит мысль, почему я пью по 100 миллилитров? Давай я буду пить по 200. Через месяц приходит мысль, что надо уже и по 300. Да, и думают, хуже, что не будет. Давайте не будем врать. Ну, на самом деле так. Это факт. Я всё-таки верю в людей, что они смогут как-то себя остановить, когда... Не могут. Когда будет диагноз, как минимум. Это нейротропный яд, вызывающий сильную наркотическую зависимость. Сильную наркотическую зависимость. То есть после, там, 15-10 употреблений начинается зависимость. Наркотическая зависимость, она заставляет человека принимать этот яд регулярно и дозу постепенно увеличивать. И всё. Человек слабое существо. В него можно верить, но человек слабое существо. Так алкоголизм страшная вещь в России. Это очень страшная вещь в России. Вот сейчас будет Новый год. Количество употреблений... Хотят шампанское разрешить продавать ночью. Ну да. С употреблением алкоголя возрастёт число замерзаний на улице. Количество смертей. То есть вот вроде бы весело, да, там, шампанское, тролля. Люди будут замерзать и умирать. Это статистика, которая ежегодно повторяется? Да, это статистика, которая повторяется ежегодно. С возрастанием количества алкоголя в холодное время возрастание смертей, по-моему, в 5 раз. Неплохо так. Поэтому о чём мы говорим? Какие там 100 грамм? Давайте подробнее остановимся на психологических проблемах и начнём как раз с зависимости. Ольга Сергеевна, правда ли, что женский алкоголизм, это опять-таки, переходя к стереотипам, гораздо страшнее, чем мужской. Конечно, потому что у женщин фермента, расщепляющего алкоголь, как бы вам сказать, его меньше и он медленнее, чем у мужчин. А откуда у мужчин столько фермента и зачем? Ну, у мужчин у нас, у них вообще всего больше. Ну, я не имею в виду мозг, конечно. Об этом будет наша следующая программа. Поэтому у женщин формируется зависимость намного быстрее. У них и привыкание быстрее. И, как вам сказать, лечение тоже, процесс лечения протекает сложнее, чем у мужчин. Дольше, да. То есть, если женщина ушла во вторую стадию алкоголизма, то вылечить её очень сложно. Давайте о стадиях подробнее. Они, я так понимаю, что универсальные. Да, три стадии алкоголизма выделяют. Первая стадия... В России? Да, это психологическая зависимость. Вторая стадия физическая зависимость. И третья стадия уже терминальная, конечная стадия деградации личности. Ну, это которая вот собирает бутылки. Это вот как Дмитрий Леонидович сказал, что когда мозг растворяется, но это не совсем так, появляются в мозге очаги, которые замещает соединительная ткань, и у человека возникает слабоумие алкогольное. Вот это третья стадия. Их, кстати, по улицам много таких ходит. Да, да, да. Они ходят вот среди нас. Ходят, ходят. Вы вот расскажите мне, пожалуйста, вот что. Вы сказали, в России так классификация принята, а в других странах... Ну, на Западе немножечко там у них другие подходы, а у американцев особенно. Да, у них всё другое, конечно. У них культура употребления алкоголя... То есть у них нет необходимости выделять... Нет, у них есть. У них тоже есть необходимость, и у них виски пьют тоже, и ром у них пьют. Ну, извините, у них алкоголь-то и другого качества, надо полагать. У них немножко другой подход. Давайте мы пока про них не будем. Но на Западе могут быть и другие классификации. Ясно. Потом ещё, если что, к этому вернёмся. К стадиям ещё пару слов. Вера, можно я про женский алкоголизм тоже скажу? Да, пожалуйста. С психологической точки зрения. Значит, алкоголь вообще напиток не женский считается. Социальное ожидание общества. Если мужчину общество социально как-то оправдывает... Как же это? Ну, допустимо. Ну, выпил немножечко. Ну, как бы... Устал. Ну, с друзьями пошёл там. Ну, пивка пропустили. Социальное ожидание. В принципе, мужик может выпить. То женщина пить не должна социально. Ну, обществом как бы не одобряется. Пьющая женщина нет. Если женщина встала на этот путь, она, в принципе, в себе, как в женщине, расписалась. Понимаете? И возвращать её на этот путь намного сложнее. Непонятно? Непонятно. Понятно социально. Да, что вот есть стереотипы поведенческие, есть какие-то вот общепринятые мысли и тенденции. Но с физической источкой зрения. А по биохимии алкоголь, он всё-таки немножечко похож по механизму воздействия на те стрессовые гормоны, которые запускаются в мужском организме. Ну, во время стрессовой ситуации. У женщин немножко ситуация другая. То есть по биохимии, если мужчина выпивает алкоголь, он входит в состояние стресса, где там надо или драться, или там чего-то надо делать. Но он попадает в стрессовую ситуацию, для которой... То есть этот процесс лишь ускоряется, да? Да, да. То есть мужской организм, в принципе, к этому готов. Женский организм к этому не готов вообще. Там биохимия вся другая. Если женщина начинает употреблять алкоголь, она себя, как женщину, ломает. То есть это всё, это уже очень серьёзно. И поэтому женский алкоголизм, конечно, лечить очень тяжело. Ломает, давайте ещё поясним, в каком отношении. То есть она переходит на мужскую модель поведения. Да, да. Если посмотреть на женщину-алкоголика, ну вот как Ольга всегда сказала, на третьей стадии, она очень похожа на мужчину. Да, там отличие. Да, там уже вот размытые черты. То есть она то ли мужчина, то ли женщина. И вот такое вот что-то. Интересно, никогда не думала об этой связи. Да, ну хорошо. В смысле плохо, конечно. Так, идём дальше. Стадия, ещё пара слов. Первая стадия – это психологическое привыкание. Как оно формируется? Когда оно формируется? Сколько нужно, не знаю, выпить, чтобы оно сформировалось? Ну, это понятие размытое, сколько нужно выпить. Всех по-разному или есть какие-то тенденции вообще? Вообще, первая стадия психической зависимости формируется, когда человек употребил алкоголь, ему понравилось. Он употребляет дальше. Потом он ищет поводы, чтобы ещё и ещё употреблять. Ну, то есть какие-нибудь дни рождения, праздники, свадьбы. Если этих поводов нет, то он придумывает себе стресс. Устал на работе, довела жена, ну или муж в женском случае. Вот. И постоянно между этим делом появляются мысли об алкоголе. Вот он сидит и мучается целый день, пока не выпьет. Когда выпьет, он чувствует удовлетворение. Но потом он чувствует, у него появляется чувство вины. То есть это тот самый случай, когда, скажем так, в гости без, я только формально выражаюсь, без бутылки не приходишь, когда любой праздник сопряжён с алкоголем, любой отдых сопряжён с алкоголем. Я скажу, значит, мы говорили про американскую классификацию. У американцев я нашёл такую вещь. Она в России, конечно, не очень признаётся, но у них есть определение. Если человек употребляет алкоголь чаще 12 раз в году, то его, в принципе, можно потенциально считать алкоголиком уже всё. То есть раз в месяц? Раз в месяц, да. Аргументируют они так. Раз в месяц всё равно бывают праздники. Если человек употребляет хотя бы раз в месяц алкоголь, он не умеет радоваться без алкоголя. Вот, это очень хороший фактор. А сейчас мы посчитаем. У нас будет Новый год. Десять дней? Рождество. Заметь, десять? Нет, вера, погодите. Новый год. Ну, не все же десять дней. Рождество. Святой же праздник. Ну, в кавычках. Ну, вот, я уже немножко, может быть, простите, дорогие радиослушатели. Ну, вот, Старый Новый год. Крещение. Ну, как же, вся же вода святая. Ну, иронично это, но вот пациенты вот такое говорят. Китайский Новый год, День Святого Валентина, 23 февраля, а как не поздравить мужчин. 8 марта, потом у нас Пасха идет, потом у нас 1 мая, 9 мая. Так, чего, мы уже 11 набрали. День космонавтики еще пропустили. День космонавтики. Так, ну, там кто День Ленинского комсомола отмечает, кто не отмечает. Потом лето, там начинается, мы еще не считали дни рождения. Потом начинаются профессиональные праздники, день того-то, день того-то, день того-то. Полный комплект. И у нас есть уже психологическая зависимость и первая стадия. То есть, если человек способен пропустить, скажем так, без алкоголя прожить какой-то праздник, то он еще может жить нормально. Он сейчас вне этой квалификации. Да. Ну, если ему это тяжело очень, и он потом все равно это восполнит, то все равно можно говорить о психологической зависимости. И тут ведь возникает дальше вопрос, совсем страшный, радикальный такой вопрос. Я не знаю, вырежем мы его, не вырежем, но пациенты говорят, как? А ведь тогда, получается, почти все алкоголики-то. Ну, не вырежем. Давайте дальше. Продолжаем мысль. Так получается, что да, мы живем в стране, которая очень сильно поражена алкоголизмом. То есть, это у нас алкогольная эпидемия. Это мы еще про сигареты сами не разговаривали. Почему мы, собственно, и пришли? Потому что это дело надо останавливать. Конечно, да, ситуация все-таки меняется. У нас, к счастью, все-таки и программы какие-то работают, и антипропаганда уже есть, и так далее, и запрет хотя бы рекламы, ну, рек алкоголя, по крайней мере... Вы думаете, это помогает? Конечно, помогает. Нет, пить стали меньше. Крепкие алкогольные напитки, потребление по сравнению с 90-ми годами упало в три раза. Ну, не в три раза, а, по-моему, на 70% кажется, вот так вот. Правда, выросло потребление... Пиво выросло, и вин. Но тут еще ценовая политика хорошо действует. Ну да. Вот. Но это работает. Все равно работает. Но у нас, да, у нас алкогольная эпидемия. Вот если вещи называть своими именами, да? Ну, потому что вот давайте будем реалистами. У нас будет Новый год, у нас будет Рождество, у нас будет Старый Новый год. Можно выйти... Ну, конечно, у них конкуренция в этом. Можно будет выйти на улицу и посмотреть, чего и как. И потом прийти на прием к врачам и посмотреть, с чем люди будут сидеть, и какие они будут сидеть, и так далее. Ну, все традиции нам просто предписывают в новогоднюю ночь, встречаясь с шампанским. Ну, без этого никак у нас. Извините, президент даже с бокалом. А в это последнее время нет? Нет. В последнее время нет. Вот, хорошо. А раньше? Раньше, да. Да, у нас президент в 96-м году отплясывал с Евгением Осиным на сцене. Да, в Ялте. Явно он был под градусом. Вот. И сейчас этого президента нет, и он умер в том числе от последствий алкоголя. И сам Евгений Осиным недавно умер тоже от последствий алкоголя. Времена были тяжелые, выживали как могли. Давайте продолжим про квалификацию. То есть, если человек сам за собой замечает, либо его близкие замечают, что без рюмочки не пройдет ни один праздник, как минимум, это уже повод, такой вот звоночек обратить на эту проблему внимание. Следующий этап, вы говорили, что это уже физиологическая, да? Физическая зависимость. Физическая зависимость, да. Физическая зависимость. Поясните, пожалуйста, Ольга Сергеевна, что это такое? Ну, физическая зависимость, это совсем просто. Когда уже алкоголь ввязывается в метаболические процессы, и он необходим организму для нормальной жизнедеятельности. В обмен веществ. Да. Соответственно, у человека тогда уже, вот, самый-то какой у нас критерий физической зависимости? Появление синдрома абстиненции. Вот не похмельный синдром ни в коем случае с ним. Это выклонка, да, какая-то? Да. Можно и так сказать, что это алкогольная ломка. Для ее облегчения человеку необходимо выпить, ну, принять дозу, чтобы алкоголь поступил в организм, и человек начал нормально что-то вообще делать. Ясно. Теперь, что мы с этим можем делать? А если, вернемся к первому этапу, если обнаружена алкогольная зависимость еще на первом этапе, какими способами, какими путями из этой ситуации выходить? На первом этапе? На первом этапе, когда мы говорим только о психологической зависимости. Основа, ой, извините, основа лечения алкогольной зависимости, это надо, чтобы человек сам признал, что у него есть проблемы. Потому что очень многие идут в отрицание. У меня нет проблем, я когда захочу, я тогда справлюсь. Да что ты, ну, или к жене отвечают, да что ты ко мне пристаешь, да я не алкоголик, что ты тут сочиняешь и так далее. Пока человека этого не признают, любые усилия бессмысленные, он должен признать, что у него проблема есть. А как же кодирование? Так он должен прийти. Ну, это уже радикальная мера. И на первой стадии никто не приходит. Он, если не признает, он не придет. Даже если его жена притащит, да, сильно он уйдет. Совершенно верно. И кодирование может быть малоэффективно, если человек все-таки проблему не признает. Если для себя он сам еще пока не решил. Поэтому первый шаг это признание этой проблемы. Это уже большой плюс. Можно еще самостоятельно, без какого-то там медикаментозного вмешательства врачей, самостоятельно эту проблему решить. Методом уменьшения дозировки или как? Методом полного исключения. Только полного исключения. Нет, никаких уменьшений дозировки быть не может. То есть, если человек решает не пить, то он должен не пить совсем. Кодироваться, не кодироваться, неважно. То есть, если все, то все. А что такое кодировка, расскажите, Ольга Сергеевна? Как это работает? Ну, кодирование, оно бывает нескольких видов. Но мы уже не будем так углубляться. Ну, в общих чертах, да. Что это? Это когда человек лишается алкоголя несколькими методами. Либо это химический метод, когда вводится определенный препарат. Ну, например, торпеда внутривенно. Ну, или другими какими-то способами. В качестве подшивания. И при взаимодействии с алкоголем у человека будут очень негативные последствия. Очень сильно отрицательные. В лодь до летального исхода. Еще есть психологические методы кодирования. Подождите, подождите, вплоть до летального. Человек об этом знает. Конечно. Он получает специальный документ, который носит всегда при себе. Даже когда поступает в поликлинику, в стационар. У него всегда есть это. Почему нельзя? Что ему введен данный препарат. Некоторые берут расписки о том, что они предупреждены. О том, что им вообще нельзя. То есть они сами на себя берут ответственность. И так далее. Нет, там серьезно. Если до такого уже дошло, то есть до подшивания, то это очень все серьезно. Это все делается, безусловно, осознанно, как мы уже говорили. Конечно. Согласие пациента. Но если вдруг так получается... Поэтому на эти вещи без осознания у себя проблемы идти нельзя. Конечно. То есть он признает, да, у меня есть проблемы, мне надо помочь. Я сам не могу справиться. Но всегда может быть влияние какого-то внешнего фактора. Ну, утрировать даже элементарные конфеты с ликером. Вера, есть такая индейская притча. В человеке борются всегда... Ну, старый индейский шаман учил. Значит, в человеке всегда борются два волка. Один светлый, один темный. Один ведет к злу, к тьме, к ненависти. А второй ведет к свету, к добру и к счастью. Вот. В результате... Ну, вот они постоянно борются в человеке. Какой, в конце концов, волк победит? Ну, как бы вы ответили? Решает сам человек, какой волк победит. Вот. Того, какого волка человек будет кормить, тот волк в нем и победит. Поэтому, если человек выбирает внешние обстоятельства, которые будут кормить темного волка, там никакой ни психиатр-нарколог, ни жена, там никто не поможет. Если человек все-таки выберет кормить светлого волка... Это я понимаю. Я говорю, что, ну, друзья подшутили. Кто-то подсунул что-то, подлил какой-нибудь там популярный, вот эти вещи, бальзамчики в чай. В этом случае что происходит с человеком, у которого вот есть вот... После того, как человек встал на путь трезвости, ему предстоит очень сильно пересмотреть круг своих взаимоотношений, потому что образ жизни будет меняться. Во-первых, появится очень много свободного времени, которое надо будет занять. Ой, как это сложно в современном мире. Сказал его три. Сложно. Вот сложно. Как сказал Иешуа в «Мастере и Маргарите» Пунтио Пилату, твоя жизнь скучная, Гимон. И люди же пьют еще из-за чего. Их жизнь скучная, они не занимаются интересным делом. Какое разнообразие? А интересные дела, они, как правило, сопряжены с трудностями. Которые проще заместить алкоголем. Ну, конечно. Поэтому те друзья, которые раньше кормили темного волка, они уже человеку не будут помогать. И от них надо будет уходить. Это тяжелый, да. Это следующий тяжелый шаг, когда выясняется, что 50%, а иногда вообще и 90%, если не 100% окружения уходит. Человек может остаться в ущелье. Друзья ли это были? Это уже, наверное, в программе физической психологии лучше разобраться. Нет, те, которые не остаются, это были собутыльники. Хорошо. Про первый вариант мы рассказали, что это подшивание, это вы сказали, либо какое-то видение химических. Нет, нет, нет. Психологическую зависимость. Подшивание не надо на психологической зависимости. Там достаточно иногда бывает просто бесед и самоосознание. То есть психологическая зависимость все-таки... Первый способ, который мы перечислили. Да, способы. Там уже доставили. Ну и второй способ – это психологическое воздействие. Либо это гипноз, либо его варианты. То есть гипноз, который... Ну, по методу Довженко, например. Скажем так, сугестивные техники. Да, 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 совершенно верно. То есть это не совсем гипноз? Вот это, ну вот, все равно какие-то внушения. Внушение, да, одним словом. А что... Ну, понятно, что первый прям работает стопроцентно способ. Насколько эффективно внушение? Эффективно. Ну, во-первых, это очень многое зависит от того, насколько человек готов кормить своего светлого волка. Если он, да, действительно готов, и он встал на этот путь серьёзно, то иногда бывает достаточно одной-двух хороших бесед со специалистом. Если он не готов кормить светлого волка, ну, тут... Тут уже ничего не поможет. И данные два метода, о которых мы говорили, они лучше всего на втором этапе, когда идёт физическая зависимость от алкоголя. Ну, они на всех, наверное, этапах. В принципе, можно даже выбраться из третьего этапа, с терминального. Вот, про третий терминальный этап. У меня есть один знакомый, он музыкант, в своё время был известный. Он допился до того, что ему однажды... Ну, в общем, там совсем была деградация. Он допился до того, что однажды ему явилась Богородица. И так это его проняло на третий уже почти. Ну, вот он как и Женя Осин практически был. Вот, он живёт за границей. И сейчас он поёт в хоре, в церкви. Вот, не употребляет совершенно, у него семья. То есть само вот это явление, которое ему в процессе... Ну, то есть человека, да, проняло на третьей стадии. Он сам себя из этой ситуации вывёл, получается. Да, да, да. То есть для него это было вообще очень... Ну, потрясение психологическое большое. Потрясение очень сильное, да. Вот в связи с этим у меня следующий вопрос. Я, конечно, не знакома с вашим другом, да, и желаю ему всяческих благ. В любом случае в организме, и, как вы говорили, в головном мозге, идут изменения, да, в процессе употребления алкоголя, чем больше. Употребляется тем больше. Эта ситуация с Богородицей, если её рассматривать, то, что он потом вот так ударился в православную религию, стал пить в хоре, это ведь тоже... Он не в православную ударился, а в протестантскую. Протестантскую, да, прошу прощения. Это ведь тоже являет собой некие последствия, в том числе какой-то не совсем корректной работы головного мозга, или я ошибаюсь? Возможно, и так. То есть в любом случае там должны быть какие-то нарушения, да, если он употребляет много... Не должны, они есть. На третьей стадии. Там же идёт деградация личности. Мозг уже разрушен. Но человек это проняло. Человека проняло. Но это самое главное, что вот он смог остановиться. Ну, как в православии говорится, что Господь это спасение может послать в любой ситуации, любому. То есть, видимо, всё-таки. Да. Очень хочется становиться подробнее на всех психологических зависимостях и изменениях, которые с человеком происходят. Но мы, скорее всего, сегодня уже это не успеем сделать. Давайте ещё обобщим информацию, которую мы сегодня с вами вместе выяснили и обсудили. Да, это вот именно что такое алкоголизм. Давайте ещё раз такое резюме. Что такое алкоголизм и, собственно, с чем человек сталкивается в процессе вот такой вот ситуации в жизни. Это тяжёлое хроническое заболевание, которое вызывается регулярным употреблением нейротропного яда, вызывающего наркотическую зависимость. Очень хорошая фраза прозвучала, что, ну, не в России, а в других странах, по квалификации, если человек не умеет радоваться иначе, как с алкоголем, то он уже считается алкоголиком. Если говорить с химической точки зрения, алкоголь, получается, что замещает человеку вот эти вот моменты радости настоящего искреннего неподдельного счастья. Ольга Сергеевна не уточнила. Вера, смотрите, у нас основное питательное вещество мозга – это глюкоза. Она утилизируется в организме за шесть реакций. Реакции с чем? С алкоголем? Нет. Глюкоза – сахар. Она расщепляется до энергии, цепочка расщепления глюкозы в энергию – это шесть реакций. Да простят меня учителям и по биохимии. Ну, по-моему, шесть. Вот. Алкоголь расщепляется до энергии в две реакции. То есть организму проще. Гораздо быстро это происходит. Проще. Вот. Из-за чего, кстати, при длительном употреблении алкоголя иногда… Почему происходит ожирение печени? Потому что ей не нужно трудиться. Такое количество энергии, оно не нужно. Оно достается легко, и оно не нужно. И постепенно алкоголь замещает сахар в этих метаболических цепочках. Вот что такое, в общем-то, привыкание. Вот это уже физическое привыкание. То есть он становится заместителем сахара, главным источником энергии. Почему? Он выпил и почувствовал силы. То есть уже не радость какую-то… То есть что море по колено… Нет, не море по колено. Ему просто физически стало легче. У него силы появились. И энергии, приток. Мы с вами не поймём. Это вторая уже стадия. Это вторая стадия. Если бы мы поняли, у нас была бы вторая стадия. То есть это не радость. Это, знаете, это когда вот всё болит, мышцы болят, усталость. А выпил… И всё прошло. И прошло. Ну вот что я и говорила. Для нормальной жизнедеятельности употребляет. Потому что он получил энергию. Лёгкую и дешёвую. Но которая вытесняет нормальные биохимические процессы в организме. В противовес этому, давайте расскажем тогда, как получает организм, на самом деле, энергию от обычных продуктов, вещей, еженедеятельности обычной. Сахар. То есть всё, что бы мы не ели, оно так или иначе как-то переводится в сахар. И сахар потом расщепляется до энергии. Ну, вода, углекислый газ и энергия. Но тоже в разумных количествах. Да, не безответственно. Ну, наш головной мозг питается только сахаром. Он вообще больше ничем другим не питается. Нет, нельзя, не надо есть чистый рафинированный сахар. Вот этот вот сахарный песок, вот так вот, да, в больших количествах. Это не полезно. Он не так эффективен. А сахар, который находится во фруктах. Который нужно ещё добывать. Сложные углеводы. Да, да, да. Сложные углеводы, они вполне хороши для организма. Вот на этой положительной ноте, пожалуй, мы и закончим. Будем есть больше фруктов. Да. Чтобы наш головной мозг получил как можно больше сахара. Хорошего, полезного, эффективного. И будем кормить светлого волка. И будем кормить светлого волка, конечно же. Потому что в этом... Это возможность как-то дожить нам до светлых времён. Новогодние праздники потратить на светлые, умные, полезные дела, которые ведут к личному сному росту. Да, и находить вот эти вот самые дела. Их на самом деле огромное множество. И в городе. Порадовать близких, порадовать жену, порадовать детей, родителей. Порадоваться. Порадоваться самому. В первую очередь. Без химических инородных пищев. Без химических инородных напитков. Да, и так это была программа «Слушайте доктора». Начали мы обсуждать очень важную тему. Это тема алкоголя и его влияние на организм человека. Сегодня было положено начало, был базис. Мы разобрались с тем, что такое алкоголизм, как он влияет на людей, на органы, на мозг в частности. Да, в этом нам помогли Ольга Сергеевна Степанова, психиатр-нарколог Афлоцентра, и Дмитрий Леонидович Батагов, главный врач Кировского Афлоцентра. Спасибо большое, уважаемые гости. Надеюсь, что эта тема у нас с вами будет продолжена. Лера, спасибо. 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 Будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.